Чудеса бывают не только в сказках, это знают все, но кто-то верит, кто-то считает их блажью, наваждением. Однако в самый трудный момент жизни каждый ждет именно чудесного хода событий. Это не детская вера в небылицы, а надежда на более совершенные силы. Иногда все может быть настолько просто, что отказываешься верить в эту простую помощь свыше и не знаешь, чья рука посылает ее тебе. Обычные животные или братья наши меньшие, как привыкли мы их называть, порой показывают такую сообразительность, что начинаешь верить в наше с ними братство. Они любят нас безо всяких условностей и не помнят нам зла. Эти хвостатые, усатые, четвероногие или пернатые не лишены разума или сострадания, а может даже в чем-то превосходит род людской, как это было в истории, случившейся не так давно. В наше село переехала супружеская пара пенсионеров. Милые трудолюбивые горожане, уставшие от суеты, мечтавшие о тихой старости со своим хозяйством. Я бы не назвал их хозяйство таким уж тихим. Сначала там стало раздаваться куриное квахтание и гусиный гогот, потом послышалось козье бление. А в прошлом году через забор с утра до вечера слышен тихий голос хозяйки Галины Семеновны, которая зовет свою любимую хрюшку Нюшу. Сначала это был нежный поросячий виск, но очень скоро он стал приятным тенорком. Это особо никого не беспокоило и ходило за хозяйкой следом. Ей разрешалось быть в любом уголке двора, за исключением дома. Хозяин, муж Галины Семеновны Павел Аркадьевич иногда попрекал жену, ну ладно она по двору гоняет, как собака. Но в дом, пожалуйста, ее не пускай. Все-таки для козы и свиньи есть хлев. Во всем должен быть порядок. Армейский распорядок в доме для хозяина был обязателен. А для мягкосердечной Галины Семеновны Нюша была не просто домашнее животное, которое надо вырастить на мясо или сало. О том, чтобы заколоть любимицу у нее даже и мысли уже не возникало. Убить родную Хрюшу? Нет. Пенсионеры – люди старой закалки. Они не любят сидеть сложа руки. Для них это худшее наказание. Оттого и обзаводится дачами-огородами. Наши герои осуществили свою мечту, обустроили домик, обзавелись хозяйством. Павел Аркадьевич, как бывший офицер, привык рано вставать, делать зарядку. А тут на соседней лесопилке освободилось место ночного сторожа, директор с удовольствием принял такого кандидата на должности непьющий, бывший военный, с наградами, дисциплинированный. На него можно спокойно оставлять свое имущество. Потекла у наших новых односельчан жизнь привычным ручейком. Деревенское бытие не такое разнообразное, как городское, но есть в нем свои радости, которых в городе не увидишь. Разве заметишь среди многоэтажных высоток морозный рассветный иней на первом снежке или успеешь увидеть, как взрываются цветами клейкие почки весной? Нет. Это можно увидеть только вживую на природе. Вот собирает Галина Семеновна мужа на работу. Сложила в сумку ему на ночь термос с чаем, перекус в пакете, новый кроссворд, чтобы не уснул. Проводила до калитки, под ногами, как обычно, вертелась Нюша. Хрюкает, тыкается пятачком в руку, сердито намекает, пора бы и погладить меня по мордочке. Ее повадки хозяйка давно изучила, а любимица давно их использует, но понимает ситуации, когда можно, а когда ее ласки неуместны. Сейчас можно, хозяйка немного освободилась. А Галина Семеновна уже готовится к вечерним работам, убрать за животными, задать всем корма, принести дров в дом на случай, если в доме станет прохладно, помыть посуду от ужина. Да мало ли у хозяйки еще дел. Но что-то сегодня она все делает не спеша, будто во сне. Видно, устала за день. Возраст, что поделать? Прошла к курам, насыпала им корма. Птицы слетелись, привычно загалдели, им и дела нет, что вокруг творится. У козы почистила хлев от навоза, насыпала свежих веточек и подвяленной травки, сорванной сегодня на выпасе. Коза посмотрела одним глазом, потерлась о ладонь, мотнула острой мордочкой и принялась жевать. С козочкой почему-то Галина Семеновна поддерживала дружеские отношения и относилась к ней как к домашнему животному. Гоняла на выпас, доила ее, носила ей свежую травку и веточки, но коза не могла, как Нюша, всколыхнуть душу. Выйдя на двор к поленнице, Галина Семеновна потянулась за верхним поленцем, стянула его. Это оказался толстый березовый чурбак. Если его расколоть, хватит на две затопки. Подняв топор, хозяйка почувствовала сильное сердцебиение и одышку. Нет, надо пока топор положить, а то отхвачу себе руку или ногу. Ну, что, Нюшка, видишь, плоховато мне что-то сегодня. Свинья, стоявшая, как всегда, рядом и нюхавшая щепки от поленьев, оторвалась от своего увлекательного занятия и стала внимательно слушать хозяйку, шевеля ушами. Ну ничего, сейчас поболит и отпустит. Не в первый раз. Давай-ка лучше дрова колоть. Галина Семеновна набрала в руки охапку наколотых поленьев, но до конца разогнуться так и не смогла. На ее бледном лбу выступила крупная испарина, вокруг глаз сразу появились темные круги, нос заострился, женщина быстро задышала. Дрова выпали из рук так гулко, что Нюша от страха отскочила от хозяйки, но потом снова подбежала к ней. Галина Семеновна стояла, облокотившись спиной на поленницу, чуть согнувшись в пояснице и держась за грудь. Свинья подбежала к ней и ткнулась носом в руку, но вместо привычного поглаживания произошло что-то странное. Хозяйка мешковатая и неуклюже упала на землю без чувств. Что делать дальше Нюша не знала, но что-то делать надо. Дома никого нет. В ее голове возник дерзкий план, нужно позвать на помощь людей. Но люди могут быть только за калиткой, где свинья ни разу не бывала. Там очень опасно, ездят машины, мотоциклы, бегают собаки. Другого выхода нет, побегу. Нюша открыла пятачком дверцу калитки и выскочила на дорогу, но в сумерках уже никого не было видно. Все люди сидели по домам и смотрели телевизоры. Даже если сильно хрюкать, они не выйдут. Кого удивит свинячье хрюканье? Димка на своем мопеде подъехал к дому Ритки, она обещала сегодня с ним покататься по проселочным дорогам. Боже, какое счастье, она будет сидеть сзади и обнимать меня. Ехать бы так всю жизнь и ни о чем не думать. Ритка идет. Привет, Димка. Ну, что, поехали? Привет. Садись сзади, поехали. Готово? Ну, держись. Мопед с ревом тронулся с места и через 20 метров остановился, резко затормозив, да так, что оба чуть не вылетели из сидений. Ритка громко завизжала, у Димки аж уши заложила. В темноте на дороге был виден силуэт животного с пятачком. Дикий кабан. Димка, дикий кабан. Да не кричи ты. Это не кабан, а обычная свинья. Пораспускали здесь, понимаешь, своих животных на дорогу, а транспорту негде проехать. Слушай, она как-то странно себя ведет, смотри. С дороги не уходит, крутится перед мотоциклом. Может, ей что-то надо от нас. Димка, давай попробуем пойти за ней. Может, она нас приведет куда-нибудь. Пара слезла с мопеда и пошла вдоль забора. Свинья сразу поняла, что люди идут на помощь, встала у своей калитки, показывая носом, какую дверь нужно открыть. Ребята вместе с Нюшей зашли во двор. Хоть уже было почти совсем темно, Рита разглядела у поленницы на земле лежащую Галину Семеновну. На крик Риты прибежал Дима. Девушка быстро сообразила, что упавшая женщина лежит без сознания, пощупала ей пульс, проверила дыхание зеркальцем, как учили в медицинском училище, где она училась на втором курсе. Он предпринял организационные действия. Ты побудь с больной, а я пойду за помощью. Не бойся, все будет нормально. И действительно, машина скорой помощи приехала быстро. Врачи определили острый сердечный приступ. Счет жизни шел на минуты. Но после купирования приступа пациентке уже ничто не угрожало, потому что успели захватить болезнь на ранней стадии. Когда Павлу Аркадьевичу сообщили о том, что произошло с его супругой и как Рита с Димой спасли ее, он пришел их благодарить. А они смущались и краснели. Дима вообще себя не ощущал героем, потому что главным спасителем считал свинью на дороге. Наша свинья Нюша? Это как же? Ну-ка, расскажите подробно. И Дима рассказал, как они с Ритой чуть не свалились с мопеда на дороге. Как свинья их остановила и заманила во двор, привела к упавшей Галине Семеновне. Павел Аркадьевич не мог сдержать слез от радости. После такого случая он убедился, что у животного может быть такое же любящее и сострадательное сердце, как у человека. А своей жене он даже разрешил запускать любимицу в дом, ведь она почти как член семьи, родная душа.